Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы. Поняла, что загнала себя работой, забыла как это быть женщиной, подсказать эффективную практику по раскрытию женственности, поднятию своей самооценки женской энергии. Ну вот, что такое женская энергия? Я, к сожалению, наверное, не подскажу, потому что заблудняется несколько выделить, что она себя представляет, что такое женская энергия. В том, что касается самооценки, то самый простой способ подняться на цену. Самооценку — это делать то, что нравится. То есть это самый простой способ, самый простой способ подняться на самооценку, просто делать то, что нравится. В этом сложного ничего нет, но вы сталкиваетесь здесь, как правило, с такими, я бы сказал, оценочными, осуждающими такими тенденциями. Которые, конечно же, не самым лучшим образом влияют на нас. Потому что если мы хотим делать то, что нам нравится, то мы неминуемо сталкиваемся с людьми. Которые считают, что это неправильно. Которые считают, что так не должно быть. Которые считают, что они знают лучше. Дальше. Вторым моментом, на который можно обратить внимание в рамках самооценки — это момент, связанный с тем, что ее понижал. станешь-то, ну вот, казалось бы, если вы работаете. Ну, работаете много, да, если вы работаете, ну, допустим, скажем так, эффективно. Вот. Вот. То вряд ли, снационально, у вас будет понижаться. Вот. Потому что, ну, ей вот просто нечего в таком случае понижаться. Значит, с вами, скорее всего, что-то произошло, когда вы работали. Вот. С вами что-то случилось, и вследствие этого, ну вот, ваша самооценка упала. Поэтому нужно, как мне думается, обязательно заметить, что произошло. И что вы, что вы делали для того, чтобы оно упало. То есть, ну, то есть, значит, видно, что, что-то для этого вы сами сделали. Вот. Какая-то ваша была, ну, психическая, психическая активность в этом. Вопрос. Дальше. Что такое женственность, как вы это понимаете, хотелось бы увидеть, да? То есть, грубо говоря, как вы поймете, что вы, ну, что вы стали более женственными, например? Такой очень непростой вопрос, потому что вы можете в той или иной степени, во-первых, идеализировать женский образ. Это с одной стороны. С другой стороны, вы можете вкладывать в него что-то свое. Ну, то есть, какие-то свои желания, какие-то свои потребности можете в это вкладывать. Важно понимать, что это такое. Важно понимать, какие желания и потребности вы в это вкладываете. И с чего вы хотите? Я бы даже сказал, для чего вы хотите стать более женственной, как вы говорите. То есть очевидно, например, что у вас есть, ну вот, здесь какая-то потребность. И очень важным моментом является то, что, судя по всему, что раньше вас удовлетворяло, теперь, судя по всему, опять же, удовлетворять перестало. То есть вот этот момент еще очень важным. Как я думаю, постараемся увидеть. Вы же для чего-то, да? Вы же для чего-то загоняли себя работой, как вы говорите. Вот. То есть у этого были какие-то свои причины, были какие-то свои, ну, основания и так далее. Вот. Это очень, как мне думается, важный, важный момент, на который я тоже хотел бы обратить ваше внимание. Самый простой способ, вот, помимо того, что я уже назвал, да, заключается в том, чтобы вы посмотрели, посмотрели, какой образ, ну, женский образ, да, вам нравится. Вот. Какими женскими образами вы восхищаетесь? Вот это самый лучший способ увидеть, в какую сторону вам нужно двигаться. Да, необходимо иметь в виду, что придется меняться, само собой, да, что необходимо иметь в виду, что придется менять свою модель поведения, да, и так далее. В том, что, ну, вы привыкли к каким-то определенным образом жить, да, вы привыкли к каким-то определенным образом, значит, ну, с привычными, трудностями, да, значит, с привычными проблемами, вот, и так далее. И то, что это больше не работает, вот, конечно, будет давать освобенность, вот, то, что это больше не эффективно, будет давать освобенность. В любом случае, вот, и вам будет страшно, страшно менять свою модель поведения, вот, потому что это неправично, некомфортно и так далее, вот. Поэтому самостоятельно вам делать это, скорее всего, будет очень сложно, практически невыполнимо, вот. Поэтому я рекомендовал бы сначала разобраться с тем, как получилось так, что вы себя догнали работе, как получилось так, что вы пришли к тому, что это больше не удовлетворительно для вас, вот. Ну, то есть, вы чувствуете, да, что вас это больше не устраивает, вы чувствуете, что вам хочется всего-то другого, вы чувствуете, что вам это не нравится и прочее, и прочее, 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 вот. И очень важно, и всё. Такой момент. А что цена цена цена, несмотря на то, что это действительно вещи, которые идут вместе, это правда, но всё-таки всё же. Самооценка и женщины, да, ни одно и то же. Понимаете? Вот. И важно разграничить всё равно, не мешать хотя бы всё в одну кучу. По большому счёту. И на мой взгляд, ну, хорошего из этого ничего не получится и ничего не будет. Ну ладно. Чтобы, вот, вы говорите, что, во-первых, как это быть женщиной, да, чтобы подняться на оценку, нужно научаться быть внимательными к своим чувствам. Вот. Что такое, ну, что такое быть внимательным к своим чувствам, да? Что это такое? Что это? А это, в первую очередь, умение замедляться. Замедление. Но не проанцевое состояние отключения от реальности, нет. Замедление. Это именно замедление. Когда вы просто замедляетесь, то есть останавливаете свою активность и переводите её в расряд ваших внутренних процессов. Вот. Но. Но. Очень интересный момент заключается здесь в том, что вы не оцениваете себя. Вы не оцениваете себя. Вы не оцениваете себя, не оцениваете своего, ну, своё поведение. Вы просто наблюдаете. И вот эта позиция наблюдателя и позволит вам почувствовать себя. Почувствовать свои определённые импульсы, почувствовать свои определённые потребности, почувствовать свои определённые реакции на, ну, на внешний мир, скажем так. Вот. Более того, когда я говорил о том, что можно посмотреть, какими женскими образами вы офишаетесь, конечно же я не имел ввиду того, чтобы полностью их копировать. Ни в коем случае. Я говорил исключительно об ориентире. То есть некой такой, если хотите, заготовке, которые нужны вам для того, чтобы понять, в какую сторону вы хотели бы двигаться. И уже на основании этого работать с материалом. Что-то вы принимаете в этом, что-то нет. Что-то вам нравится в этом, что-то нет. Понимаете, да? Просто о тупом копировании, да? О механическом-промеханическом копировании, если угодно. Речь не идёт. Это не то, что может вам помочь, а не то, что является целью. Поэтому я хотел вот этот момент уточнить, чтобы не было каких-то недопониманий в этом вопросе. Чтобы вы абсолютно правильно меня поняли. То есть, грубо говоря, ну вот нужен какой-то старт, да? Нужен старт, старт. Вот вы с этого старта, можно сказать, что и начинаете. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на свою работу. Удачи! Всего самого доброго! Обращайтесь!